Здравствуйте, всем привет! Друзья, партнеры, будущие партнеры. Что для вас вообще хостинг? Давайте подумаем, чем для вас является хостинг. Ну, наверное, возможно, это… Для кого-то деньги, для кого-то, может быть, головная боль, потому что, конечно же, это связано с рисками, это связано с возможностью потери данных, возможностью того, что сайт взломают и так далее, и так далее. То есть, конечно же, об этом нужно думать, и вам, как веб-студиям, так же, как и партнерам, вернее, так же, как и клиентам, это доставляет часто какие-то неудобства. Почему так происходит? Мы думаем, потому что, во-первых, часто клиенты покупают почему-то очень дешевый хостинг, размещают на нем мощный интернет-магазин и ожидают, что все будет работать. После того, как они поменяют 5 или 6 различных хостеров, они понимают, что все-таки за это нужно, оказывается, платить немножко больше, чем 100 рублей или 300 рублей. Но часто уже время потеряно, репутация иногда потеряна, поэтому, возможно, такие проблемы возникают. Многие веб-студии пытаются сами делать хостинг. Можете, пожалуйста, поднять руку, у кого свои серверы, кому вы предлагаете хостинг? Да, ну, достаточно много. Вот особенно к вам сейчас обращаюсь. Проблема часто возникает, когда уязвимости, которые возникают, которые сейчас абсолютно захлынули о нас, они не закрываются. То есть никто не чинит эти проблемы. Допустим, вчера прочитал буквально OpenStat, статистику актуальную. 8% сайтов на HTTPS в Рунете подвержены до сих пор уязвимости Heartbleed. Heartbleed – это примерно 2 месяца назад возникла эта уязвимость. Она позволяет получить полный доступ вообще ко всему серверу, делать с ним все, что угодно. И эти 8% сайтов будут взломаны, гарантированно. Потому что есть роботы, которые обыскивают весь интернет и пытаются влезть в каждый сервер, каждый компьютер. И данные сайты будут взломаны. Почему же все-таки некоторые веб-студии делают хостинг сами? Все-таки это тоже связано, как мы сказали уже, с рисками, с затратами, с проблемами. Ну, возможно, потому что они думают, что взять сервак за 50 евро и посадить туда 30-40 клиентов – это достаточно интересные деньги. Давайте посмотрим. У меня другая статистика по заработку, вернее, не заработку, а затратам компаний на одного разработчика. Просто если посмотреть, что платим мы фрилансерам или же хорошему разработчику, не только его зарплату, которую он на руки получает, а НДФЛ и отчисление фонда до 30%, ну, в принципе, если ты 60 тысяч на руки, то 100 тысяч компания тратит на него. И если мы прикинем, что, ну, так как выделенного админа, наверное, нет, или даже если выделенный админ есть, и он два дня в месяц занимается вот этим вашим собственным хостингом, то нужно примерно 20 клиентов, чтобы окупить затраты только на этого разработчика. Ну, надеюсь, что вы эти цифры считаете и думаете о них. И действительно ли это хорошо вложенные деньги вашего разработчика, то есть ваш разработчик, эти ресурсы, действительно ли они там хорошо применены. Возможно, он на проекте бы лучше намного отдачу хорошую дал и заработал бы для вашей компании больше денег. И самая большая проблема, что если, конечно же, мы думаем, как веб-студия, что мы развернем битрикс-окружение, все сразу заработает, прекрасно, там все заоптимизировано, затюнено, это действительно частично так, но за этим нужно следить, это нужно обновлять. Как я уже сказал, есть уязвимости, которые постоянно нужно за ними следить. Допустим, ту же уязвимость Heartbleed, Rusonix в течение одного дня полностью закрыл на всех серверах, на всех серверах своих клиентов. И что же делать, если все-таки сайт одного из ваших клиентов, допустим, взломают на вот таком сервере, который вы поддерживаете, как веб-студии. Ну, сайт, возможно, просто отключится, потому что там какая-то активность пойдет бурная, непонятная. И когда ваш клиент узнает, что его сайт остановился из-за того, что возникла неуязвимость, его взломали на вашем же сервере, хостинге, то зачем вообще такой риск нужен? Потому что вы, наверное, себя, скорее всего, будете чувствовать примерно так. Так что всем тем, кто сегодня поднял руку, попрошу еще раз хорошо посмотреть на эту картинку. В следующий раз, когда будете размещать клиента на своем сервере, представьте себе это и примите правильное решение. А правильное решение, на наш взгляд, это все переводить на хостера. Зачем вам эти риски? Пусть этим занимается хостер, у него для этого люди специальные есть, и он этим занимается профессионально, постоянно. Риски простые, потери данных, уязвимости. Продавайте клиенту хороший, надежный хостинг. На виртуальных серверах лучше, то есть не на обычном хостинге за 100-200-300 рублей, а начиная уже с 1000 рублей можно хороший виртуальный сервер продать клиенту. Продавайте также ему бэкап и обслуживание техподдержкой, конечно, уже у нормальных, хороших хостеров есть. Допустим, у компании Rusonics есть такое понятие сервер без забот. Это что означает? Это оптимизация полная по DNS Bittrex, это приоритетная техподдержка и безопасность, которую мы каждый день для вас делаем. Кроме того, мы технологический партнер, в том числе компания DNS Bittrex, и вчера мы показали, как можно развернуть кластер из админки Bittrex прямо непосредственно на площадке Rusonics. Это было очень интересно и очень хороший фидбэк от партнеров, от ваших коллег. Кроме того, мы помогаем развертывать такие кластеры, сложные корпоративные порталы, VPN и так далее. То есть это такие темы, которые уже требуют достаточно серьезной технологической помощи. И с нами работают такие компании, как вот те, которые мы здесь показали, чего я на слайдах не написал, но в принципе, что оно подразумевается, что мы приглашаем вас к партнерству. Вы можете зарабатывать на всех вот этих вещах, которые я показывал, предлагая клиенту до 50%. Я думаю, что это хорошая, интересная сумма. Таким образом, вы избегаете рисков и приобретаете большую пользу, работая с такими компаниями, как мы, и следуя примеру ваших коллег. Спасибо. Спасибо большое. Подожди, не убегай. Может, вопросы будут? Вопросы? Вопросы? Паснов Андрей, компания Дев. Хотел узнать, а в среднем сколько может сервер выдерживать сайтов? Я понимаю, что разные тарифы, но минимальный, средний. Вы имеете в виду в каком варианте? Вот в таком или… Вот сервер без забот. Вот в таком или вот в таком? Вот в таком. Вы имеете в виду ваших сайтов? Ну, интернет-магазины клиентов, там вот сколько их у вас может быть. Ну, начиная, скажем, если с базового тарифа на SSD, он стоит там тысячи рублей. Мы рекомендуем там размещать один сайт на самом деле, потому что, опять же, если вы там несколько клиентов разместите, это опять же уже мини-хостинг, который… риск одного клиента автоматически переходит на риск другого клиента. Поэтому лучше все-таки разграничивать вот эту ответственность и риски на каждого клиента отдельно, на наш взгляд. Если это сайты одного клиента, то можно 10 сайтов разместить, не проблема. Окей. Спасибо большое. Еще раз хочу поблагодарить компанию «Русоник» за то, что стали нашим генеральным партнером. Спасибо вам большое. Подходите, пожалуйста, к «Экстенду», задавайте вопросы. Спасибо.